это то что я как-то собирался снять и показать вещь там тоже машинка тоже стоит с двумя этими вексель брюки контейнерами то есть они приезжают и меняются в общем ему сейчас надо будет заехать под оба подобие подоба контейнера и когда начинал когда приехал германии вот уж вот таких вот начинал с прицепом катала их четыре с половиной года так не знаю дальше снимать нет ума да очень длинная история он все-таки решил не проезжать до конца по всей видимости контейнера не не ровно стоят может быть они сдвинулись пока он заезжал еду я в сторону марселя я будем переезжать на 46 автобан ну да 46 до вот вчера я только был швейцарии сегодня я уже в стороне марселя ну не совсем марсель но третья разгрузка будет уже туда ближе вот проблема в том что мне на первой разгрузке надо было быть уже по словам моего диспетчера катя где-то в девять или в десять часов а при я приезжаю туда только в половина первого потому что не было возможности раньше выехать ждали они меня еще с утра приеду я сейчас к обеду катя говорит меня там ждут но естественно ждут все я же должен был быть утром туда приехать посмотрим ну именно поэтому я надеюсь что меня тогда быстро разгрузят потому что ждут склоны такие все полностью усеянные домами так это чё тут тракторишка везет силос наверно да ну да ну силос это скушенная кукуруза или может быть даже это подсолнух в общем корм для животных на зиму в прошлый раз я тут прямо проехал нам от вот 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 сюда вот закрыта дядька сидит прошлые разы я когда-то визу это штука стояла только никого не было тут на контроле ну контролирует и ладно тут нам вот сюда вот надо нам вот сюда вот надо матч мати мать да понятно спасибо все чё налево смысле папа на правой стороне налево показывающий ну давай повернем направо если что там кольцо есть чур на право налево до поворачиваешь ты что смотришь все в общем я первую разгрузил пока стоял ждал разгрузки как раз и сделал свою паузу 50 минут хорошо сидел отдохнул задал очередную разгрузку вторую до 250 и 10 230 километров то есть по времени я уже не успевание до четырех часов а я приезжаю 1708 едем параллельно автоману выехал я на нормальную дорогу ну и все тогда сейчас надо будет еще остановиться наверно перекусить чай попить и потом дальше поеду торопиться сразу же некуда приезжаю я туда в шестом часу 15 минут 6 поэтому сегодня все равно не успеваю поэтому можно ехать на расслабоне куда ты прешься красивые места тут вообще марсель 292 куда ты прешься с горки бегом а потом будут опять тормозить на подъеме или по прямой калпесы и 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 Парковка на автобане. Через 13 километров надо будет уже съезжать на Бундесстрассе, или, как бы сказать, на националку. И я вот сейчас не знаю. Хочу проехать еще дальше. У меня еще час ездикового времени. Но, блин, боюсь, я пожалею, что я сейчас не съеду с автобана, что не съеду на парковку. Мне хочется еще немного дальше проехать. Я десяточку разменял. Вон, 9 часов, 3 минуты. Всего лишь 3 минуты, и хочу проехать еще. Надеюсь, я где-нибудь по дороге найду парковку. Уже на националке. Боюсь, я об этом пожалею. Ну, посмотрим. Ну, наверняка где-нибудь, да, будет место. Съедем где-нибудь за дороги. Может быть, какой-нибудь там в промзоне еще где-нибудь. Посмотрим. Эх! Никогда не знаешь, где будешь вечером ночевать. Вот такая вот жизнь у нас. Вот дальнобойщик. Будете пропускать, нет? Спасибо. Так. Моригородочек. Интересный такой. Очень зеленый. Много деревьев. Нравится. Покинь мне автомагистраль. Нам куда-то к черту на кулички надо. Город не маленький, но я чуть не обратил внимания, как он называется. 29 градусов на улице. Сегодня у нас 2 сентября, ребят. Сейчас вот по таким вот дорогам, по таким вот населенным пунктам будем ехать. Я уже смотрел на Google Maps. Немножко поглядел. В общем, так вот ехать будем сейчас 70 километров. Надеюсь, что не очень узко дальше будет. Это что-то? Улии стоят? Пчелки нарисованные. Пасечник, наверное, тут живет. Ладушки. Какие тут старые домики, Сандры. Ужас. Это какой-то... Ну да, это развалюхи. Это какое-то старое предприятие было. Интересно. В Германии бы такие здания уже давно бы снесли, разломали уже. А здесь он стоит. Разваливаются временем сами по себе. Интересно. Так. В общем, здесь очень много виноградников. Еду сейчас одни виноградники, смотрю. Видел даже комбайн, который там едет, то ли их подстригает, то ли он там виноград собирает. Но, насколько я знаю, виноград же только вручную собирает, не комбайном, да? Машиной, по-моему, подстригает, только выравнивает, укорачивает этот виноград. Так, смотри, опять населенный пункт. Загуглите, ребята, если что. Ух ты, смотри, какой там замок. Ёшкин кот. Чего себе. Ой-ё-ё. Развернитесь на кольцевой развязке. Первый съезд. Ты посмотри, какой тут замок. Нифига себе. Да. Жалко, его не видно сейчас. Слушай, а что так узко-то становится, а? Не нравится мне это. Развернитесь на кольцевой развязке. Первый съезд. В смысле, первый съезд. Да, мне удастся, конечно, посмотреть этот замок. Ох, не нравится мне эту дорогу, которую я выбрал. Ох, не нравится мне это. Пахнет приключениями, ребят. По-моему, я тут не должен быть. Но мне грузовики навстречу попадались. Только они отсюда ехали, по этой дороге или где-то по другой, не знаю сейчас. Я уже начинаю жалеть, что я съехал с автобана. Я тут еще не разу. А, смотри, он еще едет. Это латвийские номера у него. Здесь даже вон промышленность какая-то. А, ну это по винограду. Вот виноград. Везде виноград. Смотри. Хорошо. Так, 9 часов 26 минут я отъехал. То есть мне осталось, ну, практически полчаса ездового времени. Здесь нет. Здесь нет. Дальше поедем. Я сейчас не уверен. Я еще, по-моему, нахожусь на территории Бургундии, да? Да, виноград, он бесит. Успеваю вроде. Мелькает в глазах, но, по-моему, вижу. Что-то есть. А может, показалось. Может, уже собрали виноград, не знаю. Да нет, нет. Увидел, бесит вам. Так, надо успеть его обогнать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты зараза, а? Да уж. Разогнался, Сережа. Вот, комбанчик какой-то едет по этим полям. Что он, интересно, делает? Может, кто знает. Ну, там трактор стоит с тележкой. Навинняка виноград собирает. Может быть. Не знаю. Я не специалист. Что-то совсем... Что-то совсем не туда заехал. Ой, ешкин кот, а. Молодцы, хоть пропускают. Е-мое. Развернитесь на кольцевой развязке. Второй съезд. Так, дело в том, что другой дороги-то и нету. Я смотрел. Есть еще альтернатива, но они аналогичны. Так же самые мелкие такие дорожки небольшие. Тоже через деревни. Поэтому... Блин. Да е-мое. Все так узко. А? Молодцы. Хорошо. У меня грузовик не встретился тут. Или я тут один такой балбес катаюсь? Тут только эти... Самые широкие пока встречаются эти... Дома на колесах. Кемпинг-хаус. Wohnhaus. Нет. Wohnwagen. И виноград, 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 виноград. Здание большое. Промышленное. Может быть там? Где-нибудь приткнуться. Или это приватная ферма какая-то. А туда дороги нет. Зашибись. Я колонну собрал, блин. Так, я, наверное, съеду здесь. Пропущу весь поток. Пусть проедутся. Может быть здесь встать, а? Хоть немножко. Чуть-чуть подальше от дороги. Я все-таки решил поехать, посмотреть. Я одно место нашел здесь недалеко. Полтора километра. Там напротив какой-то фирмы. У меня еще где-то 10-12 минут есть. Я сейчас туда поеду, посмотрю, если там нехорошо будет. Вот вернусь обратно сюда, на это место. Да, я вот это вот местечко приглядел. Но она меньше намного, чем казалось. Я бы тут встал, но места мало очень. Тут еще машины стоят, к сожалению. И тут машина встала, блин. Все там встану, я ее перекрою. А там заезд, по-моему, на частную собственность. Короче, надо обратно ехать. Блин, я вот сюда попробовал, встал сюда. А там носом уже на дороге стою. Короче, я тут полностью все перекрываю. Надо ехать обратно, все. 54 минуты. 6 минут у меня как раз хватит сейчас, чтобы доехать до места. Да, я в курсе. О, что-то мануэлька. Если тут где-нибудь встать может. Там машинка стоит уже на этой, на автобусной остановке. Туда не встать, наверное. О, смотри, уезжает. Слушай. А если я туда встану? Поверните налево. А, нет, тут нельзя стоять. Автобусная остановка. Да? Ну да. Или? Вот тут автобусная остановка. Типа того, я на территорию не заезжаю. Вон на полосочку на эту. На зигзаг я не заезжаю. С правой стороны вон зелень хорошо закрывает тенечек. Вон, места достаточно, чтобы проехать и слева, и справа. Все-таки здесь лучше, чем вот там на открытом месте. Мне кажется, здесь безопаснее. Здесь ближе к фирме. И здесь не директно на открытые дороги. Открытые дороги. Мог кто-нибудь подъехать ночью там. И слить солярку. Рядышком встать. А тут немножко уже проблематичнее будет все-таки. Не знаю, мне здесь больше нравится. В общем, я тут встану. Я здесь буду стоять. Вон фирму сзади видно. Тоже какая-то винная, естественно, фирма. Виноград. Что-то потом эта фирма еще подсвечивает свои кактусы. Или пальмочки. Что там? Но тепло. Чувствуется, что очень тепло. И где-то, я сейчас недавно смотрю, было 23 градуса. Еще походил сейчас немножко. Погулял здесь подруги туда-сюда, ноги размял перед сном. Сейчас время. Не знаю, сколько сейчас времени-то. Надо посмотреть. Сколько там? Девять часов. Приятная погода вообще. Ветер шумит так немножко. Машины все реже-реже начинают ездить. Не начинают, а прекращают ездить. Все реже прекращают ездить. Не, неправильно. Хорошо. Приятно. Спать надо. Ложиться. Прямо я бы, конечно, не поехал. Соответственно, только налево. Это ненормально. Охереть. Твою дивизию. Ой, что-то тут узко опять. Туннель. Твою мать. А я проеду хоть? Ты серьезно? Ты серьезно?